Привет! О красной рыбе я могу говорить вечно и есть бесконечно. В супермаркетах готовое соленое филе я не покупаю, потому что приловчилось готовить и засаливать рыбу самостоятельно. Сегодня поделюсь простым способом засолки красной рыбы, который я чаще всего использую. Для засолки используйте любой вид красной рыбы, ваш любимый. Также нужен мелко нарезанный укроп и посолочная смесь. Здесь смесь сахара и соли. Три к одному. Три части соли и одна часть сахара. Также понадобится белый перец и немножко коньяка или бренди. На 500 грамм рыбы я буду использовать 3 столовые ложки посолочной смеси. Туда же отправляю мелкорубленный укроп и сейчас его нужно тщательно растереть сахаром и солью, чтобы проявился весь его прекрасный аромат. После этого добавляю немного коньяка. Смотрите, не переборщите, много не лейте, потому что смесь станет вогкой, вы это почувствуете пальцами. Нужно это сейчас тщательно все тоже растереть. Если вам будет недостаточно коньяка, можно подлить. Я где-то добавила миллилитров 20, может 15, это так на вскидку говорю. Должна получиться такая вот кашица. Вы почувствуете это в руках. Теперь перекладываю лосось на тарелку и посыпаю его белым перцем. Сверху и растираю слегка по всей поверхности. А теперь сверху на рыбку выкладываю посолочную смесь, получившуюся кашицу и распределяю по всей поверхности. После этого буду перекладывать рыбу в контейнер. Сначала делаю такую небольшую подушку из укропа, а потом выкладываю филе рыбки. И сверху остатки того укропа на тарелке тоже отправляю на рыбу. Такое безотходное производство получается. Сверху запечатываю пищевой пленкой в два слоя и отправляю в холодильник минимум на 12 часов. У меня рыбка засаливалась в холодильнике больше суток, где-то двое суток, наверное. Потому что я люблю более такой выраженный вкус солености у рыбы. Но если вы любите более такую лайтовую, малосоленую рыбку, то 12 часов вполне будет достаточно. Филе рыбки и на ощупь, и на вид заметно поплотнело. Одним словом, просолилась идеально. Мне уже не терпится ее попробовать. Сейчас только промою рыбку под водой и смою укроп и лишнюю соль с поверхности. Засаливаю я рыбу с кожицей и удаляю ее уже после засолки острым ножом. Это очень удобно. Главное, используйте такой нож поострее и, возможно, даже потоньше. А еще лучше в идеале такой рыбный для разделки рыбы. У меня не было, я использовала обычный нож. Вот, собственно, вот так у меня получилось. А теперь осталось дело за малым. Необходимо нарезать рыбу, используя для этого острый нож. Если вы будете делать нарезку из красной рыбы, то, конечно же, кусочки должны быть как можно тоньше нарезаны. Если для салатов, для оливье, то потолще уже регулируйте сами. Можно накрутить вот такие розочки. Одним словом, дайте волю фантазии. А этот вариант я просто обожаю на завтрак. Бутерброды с вкусным хлебушком, красной рыбой, сливочным сыром, укропом и чашечкой вкусного кофе. Друзья, если вам было полезным это видео, то поддержите его лайком и сохраняйте в закладке, чтобы не потерять рецепт. Пробуйте, готовьте, уверена, у вас все получится. Скоро услышимся. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok